Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами ее ведущая, я Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Мы по-прежнему ждем, готовы... Мы все еще ждем. Да, мы все еще ждем. Мы все еще ждем ваших звонков, каких-то соображений, может быть, комментариев, вопросов, ну, в общем, подключения к тому... Может быть, по каким-то даже прошлым темам, которые мы обсуждали. Может быть, по прошлым, да. Я знаю, что люди сейчас в основном занятые, смотрят, если смотрят что-то в записи, вот, соответственно, вопрос задать у них не получается. Ну, в общем, как какая-то такая кутерьма. Вот. Ну, если вдруг волей в суде вы оказались у экрана и у вас есть какие-то соображения, какие-то вопросы, я хочу напомнить, что мы пробуем говорить о вопросах, которые принято считать психологическими, а таковыми мы можем считать достаточно большое количество вопросов. Ну, например, например, когда люди говорят, что у меня очень плохое настроение на протяжении длительного времени, у меня депрессия, и связана она с моей маленькой зарплатой, говорит человек, да. То есть, ну, очевидно, что здесь есть экономическая часть, которую мы никак не можем комментировать, да, она не от нас зависит. Она зависит от работодателя, от самого человека, там, от представления о среднем уровне зарплат, о рынке и так далее. То есть, это к экономистам скорее, да. Вот. Но у этих, у этого вопроса, как пример, да, есть и психологический такой момент или какой-то психологическая сторона. Ну, с удержанием какое-то психологическое. То есть, есть экономическое, ну, есть еще какие-то, да, социальные в широком смысле, есть вот этот психологический момент. И если мы умеем отделить одно от другого, если мы умеем увидеть за этим вопросом и психологические какие-то моменты, да, так бывает и с другими вопросами, с которыми человек приходит. Вот иногда приходится разделять. Давайте, может быть, и поговорим об этом, поговорим о депрессии и о том, может быть, какие сопутствующие жизненные вопросы в жизни человека, не знаю, не хотела сказать, приводят к депрессии, но они как-то сопровождают или человеку кажется, что его депрессия связана, вот, ну, например, с зарплатой, да, или, не знаю, у меня нет семьи, поэтому у меня депрессия. Или, наоборот, у меня такая большая семья, и у меня депрессия. Ну, давайте попробуем, пока нас наши телезрители не остановили, зайти в эту реку, в которую уже кто только не заходил под названием депрессия. Даже мы здесь с вами заходили как-то. Вот, ну, поскольку это, можно сказать, даже, наверное, какой-то, вот, как раньше, я не знаю, в Древней Греции где-нибудь были храмы богинь, там, Артемиды, я не знаю, да, то у нас сейчас есть вполне в каком-то таком культурном пространстве, может быть, человеческом храмы депрессии, наверное, да, ну, вот такие, это, это, это термин, этот, может быть, диагноз, незримо или зримо присутствует в жизни современного человека, ну, почти в каждом разговоре бытовом еще каком-то это словечко так или иначе употребляется, да. И оно, в общем, должно выразить, наверное, должно отразить что-то из внутреннего мира, говорящего, произносящего это слово, да. Да, и, кстати, вот сейчас формулирую, думаю, забавно, депрессия, великая депрессия, вот мы знаем, что там в Штатах была, вот, да, она же связана была с экономикой, и вот здесь есть вот это смешение понятий на уровне похожести, может быть, да, что-то падает, падает способность человека покупать, ну, на свои деньги, да, падает его настроение, и в этом смысле это как будто одна валюта, привязанная к другой, как будто… Можно, если мы сейчас перешли на эту терминологию, падают различные способности, например, способность радоваться, видеть хорошее в разных ситуациях. Вы сейчас вводите другую валюту, давайте пока подождем. Когда мы говорим о том, что мое настроение падает пропорционально рублю, который я имею, то в этом смысле есть какой-то обменный курс, и падает одно, и явно падает другое. То есть логика должна быть какая? Если курс рубля моего личного, да, ну, не курс, а его количество будет расти, то будет расти мое настроение. То есть мое настроение привязано к рублю, как, например, рубль до определенного времени привязан, ну, к какой-то мировой валюте, ну, условно, там, к доллару, к юаню и так далее. Они могут поменяться местами, но в этом плане логика остается прежней. Одна валюта привязана к другой. Здесь какой интересный момент, что моя внутренняя валюта, валюта моей душевной жизни, или, там, психической жизни, да, или, там, единицы моей, единицы моего счастья, кванты счастья, да, назовем так, ну, так, романтично. Кванты моего настроения, кусочки моего настроения, как будто, ну, из них складывается целиком настроение, да, то есть один кусочек – это мало, а десять кусочков хорошего настроения – это много. И вот эти кусочки привязаны к единицам денежным. И раз этих мало денежных единиц, внешних, материальных, да, то моих внутренних нематериальных единиц тоже мало. Но там прямая связь. Дальше там логика, понятно, какая разворачивается. Если этих рублевых единиц будет больше, то и моего внутреннего настроения будет больше. Я думаю, что это и так, с одной стороны, а с другой стороны, те зрители, ну, по крайней мере, мой опыт подсказывает мне, может быть, ваш опыт, может быть, опыт зрителей подсказывает, что это не всегда прямая пропорция, не всегда прямая зависимость. Но не всегда это сто процентов составляющие настроения. Не всегда. Именно кванты счастья, приравненные к рублев. Не всегда. Я даже могу сказать, привести такой пример, что люди, которые зарабатывают приличные деньги, для них самих. Ну, последний раз я смотрел, речь шла о зарплатах врачей, допустим, в европейских клиниках. Ну, я так немножко широко возьму, огульно. Это такой шаг в другую тему. Мы там говорим о выгорании, о профессиональном, да. То есть, казалось бы, деньги должны напрямую влиять на настроение. Мы сейчас к этому подводим. Чем больше их, тем я себя чувствую счастливее. Оказывается, нет, что даже там, где люди получают приличные деньги, они не удерживаются в профессии. Через, там, условно, пять лет уходит, там, 10% специалистов из профессии. Через 15 лет еще 15%. Ну, там приличное количество людей уходит из профессии. И, казалось бы, вопрос, почему так, да, или на что это, на какие соображения нас может это натолкнуть. Я могу сказать, если не перенестись в наши российские реалии, я могу сказать, что в кабинете психотерапевта очень часто бывают вполне обеспеченные люди, и их присутствие показывает, что настроение связано не только с этим, с наличием денег. Хочу задать вопрос нашим телезрителям. Есть ли у вас взаимосвязь вашего настроения и количеством денег, которыми вы обладаете? Позвоните, расскажите нам. Мы хотим узнать вашу точку зрения. Чтобы не попасть в комичную ситуацию, Елен, я еще раз, может быть, я хочу повторить эту идею. То есть, где-то эта связь, очевидно, прослеживается. Ну, по крайней мере, для нас, для людей 21 века. Попробуй быть радостным или спокойным или счастливым еще каким-нибудь, да, ну, в землянке или там в шалаше. Ну, засмеют. Это можно только влюбленным или любящим, потому что они питаются чем-то другим. Если любовь или влюбленность тебя обошла стороной или прошла, тебе пора перебираться из шалаша и землянки куда-то в местечко поприличнее, поуютнее, да, где есть крыша, значит, над головой, стены, ну, и всякие прочие вещи. А это, естественно, стоит каких-то денег. Плюс, если речь идет о взрослом человеке, там, мужчине, например, это семья, неважно, и женщины, да, это доход какой-то, дети. В общем, масса каких-то вещей, ничего бесплатно на улице не лежит. Мы сейчас обсуждаем несколько другой момент, что резкое повышение или не резкое благосостояние не приводит, не всегда приводит. Хотя я могу себе представить человека, который говорит, ну, это у них там, у кого-нибудь, вот, они не понимают, как деньгами распорядиться. А я-то знаю, вот, если сейчас придет, ну, определенная сумма, я точно знаю, как этим распорядиться, ну, как Шура Балаганов подсчитал, сколько ему денег надо. Лицо его в этот момент было светлым, когда он подсчитывал, он понимал, наверное, что он большинство дыр в своей жизни закроет, и эта лодка перестанет воду пропускать, да, и она, в общем, уверенно по воде жизни вот так вот потечет, поплывет. Вот. Ну, в общем, наверное, из моего такого долгого витиеватого спича я бы мог сделать вывод, что продуктивно что-то решать, когда мы настроение и уж тем более депрессию отвязываем от валюты, ну, или, по крайней мере, не рассматриваем их напрямую. Если мы рассматриваем их напрямую, это не к психотерапевту точно, ну, это к вашему работодателю, если вы грустите по поводу того, что получаете мало денег и считаете, что это только с этим связано, это тогда к вашему работодателю, это к вам, ну, получаете более качественное образование, получаете какие-то компетенции. Да, отлично. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Екатерина. Екатерина. Мы вас слушаем, Екатерина. Да, у вас вопрос, комментарий какой-то, свое мнение хотите сказать. Ну, вы задавали вопрос, да, влияет ли на стране, ну, денежные средства на вашем стране? Угу. Я вас слышала. И как влияет, да, если можно? Влияет. Наверное, влияет, и я так понимаю, что вот сейчас как раз подождала ответа, думаю, а почему оно влияет? Мне кажется, это как раз родом средства. Когда ребенок, ну, когда вот я росла, наверное, было сравнение, если у кого-то больше каких-то, тогда он уже, наверное, более подруговый, наверное, период. Когда не может себе что-то позволить, сравнивая себя, конечно, эти ограничения, они очень как-то стеснялись, что ли. И сейчас, когда вот, допустим, нельзя потратить определенные средства или нужно экономить, то настроение, конечно, падает. То есть не чувствуешь какой-то свободы. Екатерина, а можно вопрос? Я не перебью вас. Нет, нет, нет. У меня вопрос такой. А вот сейчас вы можете себе позволить то, что вы не могли позволить раньше в детстве? Не всегда. А, вы уже тогда хотели чего-то такого, чего даже взрослые не могут, не всякие взрослые потянут, да? Ну, допустим, нет. Даже элементарные вещи в покупке вещей я всегда как бы от себя ограничиваю. То есть нет такого, что вот захотелось и купил. Тут находится то оправдание, почему это не купить или что нужно важнее. То есть на продукт тратиться более свободно. А вот то, что может быть даже хотелось бы, ну, не всегда себе может это позволить. Допустим, проще даже кому-то подарить, ну, что-то, допустим, идти в третвое, да, попросить или что-то, найти какие-то средства сыну. А вот по поводу себя уже вопрос. Сразу какой-то страх о том, что их может быть не будет, или нужно, как бы, экономить. Ну, в общем, как бы, какие-то вот такие моменты. Я помню маму всегда установки, о том, что, кажется, нужно как-то поддержаться, укрепиться. Ну, то есть это лезвало, я так. Сейчас нужно, надо, нельзя, правда. Я хочу с маленьким комментарием. Кать, я узнал вас, хочу просто передать вам большой привет от себя. Спасибо. И я рад, что вы позвонили, и вам в вашем семействе пожелать всего самого лучшего и так далее. Будем считать, что это, я воспользовался служебным положением во время передачи, и, ну, как-то мне захотелось теплом откликнуться. Это заметка на полях. Если позволите. Если позволите. Да. У меня есть еще один вопрос, вот, я его сейчас надумал, пока вы говорили, я слушал. Вот, смотрите, какой вопрос. Вот, когда вы можете себе, я следил за ходом вашего размышления, и он мне близкий. Ну, то есть он мне понятный, он про меня тоже. Когда я могу себе что-то... О, да. Тоже к нам малыш присоединяется. А вы нас слушаете, Катя, еще? Да, 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 конечно. Да, ага. Вот, когда я могу себе позволить что-то во внешнем мире, что-то из вещей, это, ну, купить, например, да, это влияет на мое внутреннее состояние, ну, на счастье, там, я не знаю, на радость. А работает ли это в обратную сторону? Замечали ли вы, что какие-то изменения внутри сказываются на вашем отношении к приобретениям? То есть работает ли это, ну, вот, как я сказал, в противоположную сторону? Здесь как будто внешнее влияет на внутреннее, а вот так внутреннее влияет на внешнее? Ну, наверное, да. Но все равно, с этим еще нужно как бы разбираться, я считаю. Это есть. То есть мне нужно какое-то... Мне было бы проще, если бы мне как будто ждал одобрения. Ну, то есть это можно. А одобрение, оно где существует, во внешнем мире или во внутреннем? Больше, наверное, во внутреннем, но еще и его во внешнем. То есть какого-то подтверждения, что... Или страх о том, что будет критика. То есть я приобрету, и мне скажут, ну, зачем оно тебе надо? Ну, то есть, и потом начинается вопрос к тебе уже, а действительно, может, это и не нужно? Вот, то есть... Но вы же знаете, зачем надо? Вы нам сказали, например, ваш вопрос любому критику будет такой. Это надо мне для того, чтобы я была более счастливой. Разве это не то? Ну, я, может, так и отвечу, а внутри все равно будут... Ну, как-то будет подпорчено настроение. А почему? Или когда это переходит, допустим, в какую-то, ну, как бы, гонку. Ну, когда это нужно вот просто, ну, как бы, не пришел в магазин, а то, чтобы провести время, как-то переключить свое внимание, уделить себе внимание. А когда вот нужно прийти, вот, что-то вот точно по делу купить, чтобы ничего там лишнего не потратить, допустим, и уйти. И им надо это сделать очень быстро. То есть это какой-то стресс гоняется, и уже теряется само вот это состояние, ну, какое-то положительное. Радость от шоппинга, да? Ну, да. Ну, вот, допустим, приятно, допустим, с подругой сходить в магазин, походить, выпить тяжелку коста. Ну, то есть это какое-то прям времяпровождение. Ну, вот буквально общалась недавно с родственницей, она говорит, мне не нужен никто, мне нужно, мне наоборот раздражает кто. Ну, то есть какие-то разные взгляды. Катя, а у нас вот тема была связи депрессии именно с деньгами. И Алексей высказал идею, что в этой депрессии не все является составляющей, вот, касающейся экономического содержания. Вы согласны с этим? То есть вот в сниженном настроении все ли зависит от денег? Или там может быть что-то еще? Ну, конечно, много факторов, наверное, влияет. Но, опять же, повторюсь, что мне кажется, какая-то денежная свобода более уверенность в себе чувствует. То есть, когда у тебя есть возможность, да, даже в поликлинику пойти и сказать, что вот, ну, как бы обратиться, или нужно вот срочно что-то решить, такие вопросы, то есть это уже тебя как-то вот более укрепляет. Ну, то есть, а когда я могу позволить тебе позвонить, сказать, вот нужно мне посмотреть, чтобы успокоить свою тревогу, и я могу как бы вас ублагодарить, ну, то есть так, когда так. Тогда вопрос больше решается. А когда зажимаешь, ну, как-то вот сестра вспомнилась, что скупой платит ваша, то есть когда проходит скупость какая-то, то есть может даже какое-то состояние побуясь, и ты потом заплатишь за это больше. Может, я там запутала? Нет, нет, спасибо, вы так хорошо обсуждаете, рассуждаете, хорошо озвучиваете эту линию. Катя, я вот о чем думаю, я вас слушаю, и, ну, не сейчас я об этом думаю, а на протяжении уже какого-то времени, я думаю, Елена, вы меня остановите, если время там уже будет совсем близко, да? Так что, я тоже рада слышать Екатерину, поэтому, да, я рада возможности пообщаться. Я вот коротко, вот вы сказали о свободе, и свобода – это такая категория для человека, ну, одна из самых важных, наверное, категорий, ну, в определенном смысле, может быть, делающая человека человеком, да, или человек тогда, а человек, когда он в свободе. И мы сейчас говорим, как будто Екатерина говорит о финансовой свободе. Это свобода перемещаться, это свобода ходить в поликлинику, да, если нужно там что-то купить и так далее, свобода каких-то приобретений. И вот эта вот свобода движения во внешнем мире, она как-то связана с настроением. Вы Екатерине задаете вопрос? Я размышляю, это скорее… Она на связи с нами еще? Да, 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 ну, я пользуюсь случаем. Вот, я еще думаю о том, что как… Свобода все-таки – это категория внутреннего мира. То есть, привязано ли, мы сделаем следующий шаг, привязано ли мое представление, например, о свободе, о моей свободе, к деньгам? Да, привязано. Екатерина сейчас об этом говорит. Но у меня возникает еще один вопрос. А привязана ли она или соответствует ли она еще каким-то моментам, внешнего или внутреннего свойства? Или она привязана только к деньгам? Ну, то есть, если у меня есть некие деньги, я свободен. Причем, ну, как будто логика такая. Чем больше их, тем больше моей свободы. Чем меньше их, да, тем меньше мое настроение, меньше свободы и так далее. Это, да, это сложная, ну, по самой мысли простая идея, да, что все привязано к деньгам, иди зарабатывай, о чем нам и говорят со стороны. Но в психологии человеческой посложнее все оказывается. Оказывается, что люди… Я не призываю сейчас не зарабатывать денег и так далее, но там есть что-то еще. Вот мы сегодня про это что-то еще, я пытался вырулить, да, с этой низкой зарплаты. Спасибо вам, Катя, за звонок. Вы Екатерине начали задавать вопрос. Это не вопрос был, это размышление. Я сказал, что я воспользовался ситуацией, поразмышлять вслед о том, о чем, Катя, вы говорили. Вот, просто вы меня на какие-то мысли такие спровоцировали. Спасибо вам за звонок. Спасибо, Катя, за звонок. Надеюсь, не последний раз. Да. Вот, и вот эта вот связь между… Вас, спрошу, Алексей. Да. Вы о себе говорили, когда сказали, да, моя свобода к деньгам, ну, привязана в какой-то степени. Ну, безусловно. То есть мне эта позиция понятна. У вас, можете ли вы поделиться вот так в публичном пространстве во время эфира, что для вас является составляющими свободы еще? Спрашиваю, у вас как человек образованного, как психотерапевта и как философа? Я попробую коротко. Я предполагаю, что у нас немного времени. Если нужно будет, следующая передача «Разовью». Если наша передача наберет миллион лайков, как это сейчас… Это я шучу, да? Я понимаю для себя, наверное, со временем, что я пытаюсь как раз отвязать часть свободы, ну, воспользуемся так, да, часть своего представления, своей свободе от денежных средств. И я понимаю, что они… Мое ощущение вот этого свободного пространства, оно связано, ну, может быть, с теми книгами, которые я читаю, с теми людьми, с кем я общаюсь, с теми мыслями, которые мне иногда удается додумать, да? Не просто они приходят в голову, а их еще получается развить. А если их получается развить, то получается как будто немножко подвигаться в своем внутреннем пространстве. Вот у меня есть гипотеза, предположение, я его тут сейчас всерьез обдумываю на протяжении длительного времени, что там, где вот этой внутренней свободы очень мало, эта свобода добывается за счет внешних ресурсов, за счет приобретения. То есть мне нужно много всего из них. Не вещами какими-то, да, возможно? Это может быть даже не вещами. Часть людей на приеме, те самые обеспеченные люди, о которых, я говорю, они приходят, и они говорят некоторые, мне достаточно понимать, что у меня есть возможность купить, не знаю, океанский лайнер. Ну, я сейчас загибаю немножко, да, но все-таки, да, или там какой-то дорогой машина. Я не буду этого делать. Я понимаю, что я могу купить любую одежду любого бренда. Я не буду этого делать. Но он у меня, вот, где-то лежит, это, значит, котлета денежная, да, или там, как они называются. И вот это вот ощущение обладания деньгами вот создает ощущение свободы, допустим, кому-то из людей. Вот интересно, Екатерина же тоже говорила про трату денег, но при этом, как я услышала, это происходит через призму или внутреннего, или внешнего одобрения. Ну, одобрение – это всегда, ну, чье-то еще участие дополнительное какое-то, да, помимо моего собственного. тогда может ли в таком, в такой ситуации быть свободой, не знаю, как это сформулировать, ну, то есть перестать чувствовать потребность в этом одобрении? Вот станет ли это следующим шагом к свободе какой-то? – Ну, да, я немножко по-другому сформулировал то, о чем вы спросили. Можно ли, можно ли о свободе спрашивать? То есть можно ли свободу взять, ну, иметь свободу с чего-то спроса? То есть, например, я… – То есть разреши мне быть свободой. – Да, вот я могу к вам, например, Елена обратиться и сказать, Елена, можете ли вы мне выписать какое-то количество свободы? Или одобрить мою свободу на, ну, на что-то? Я не знаю, на что. На какое-то количество ресурсов, на какое-то время, как ее измерить, да? И будет ли это свободой? Или это будет чем-то другим? Ну, там, ты свобод… Как там это? Добби свободен, да, вот этого, да? Вот. Свободен, ну, там, я свободен с девяти до восьми. Или наоборот, с восьми до девяти. Ну, там, весь вечер мой, да? Свобода ли это? Или это временная такая, так сказать, ситуация, где я более волен что-то делать? – Да много свободы, да? Свобода выбора – это у нас сейчас такое очень популярное. – Вот, мы, да, мы от депрессии перешли к свободе. Может быть, даже… Я возвращаюсь по привычке, может быть, по терпевтической. – Такой какой-то гигантский скачок такой произошел. – Я думаю, что не случайно, потому что если говорить о том, что пресс в слове депрессии слово пресс, а пресс – это сдавление, пресс – это плита, пресс – это акцент какой-то, да? Ну, если переводить, то есть это некое указание такое, да? То свобода вполне является словом из этой вселенной, скажем, да? Быть под прессом или быть свободным. И что значит быть свободным? За счет приобретения денежных средств, только ли, коротко подвожу, у Екатерины на заднем плане мы слышали голос ребенка. И мне было интересно, что помогло ей быть более свободной – рождение ребенка или приобретение каких-то денежных средств. Может быть, у нее есть ответ на этот вопрос, может быть, у родителей есть ответ на этот вопрос. Спасибо. Я сегодня завершил, если мы как-то заканчиваем. Передаю вам слово. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю программу. Спасибо Екатерине за то, что она позвонила. Мне со своей стороны хотелось ее спросить, будет ли она своему ребенку рассказывать что-то про деньги, что покупать, не покупать. Может быть, про свободу будет вести с ним разговоры. Было бы тоже интересно у нее узнать. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова